Новые победы. Сегодня министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков встретился с медалистами чемпионатов и первенств Европы и мира. Аплодисменты и российский гимн в их честь звучат все чаще. Только за прошедшее лето на международных соревнованиях среди победителей и призеров из России по различным видам спорта более 20 представителей Чуваши. Нам очень приятно, что есть повод для таких подобных встреч. Мы радуемся со всей спортивной общественностью, что есть результаты во многих видах спорта. Сегодня у нас и легкая атлетика, вольная борьба, пауэрлифтинг. Некоторые спортсмены у нас выехали на тренирующие мероприятия, поэтому в таком составе мы сегодня встретились. Для кого-то из участников встречи международные соревнования стали первыми в их спортивной карьере, для кого-то очередными. Но от этого награды не теряют своей ценности. Золотая медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу для Анастасии Петровой – пятая. На ее счету также две победы на чемпионатах мира 2011 и 2014 годов, а возможно, что и 2017. Мы ехали за первым местом, хотя была конкуренция, была сильная девочка, тоже с Россией, с Ульяновской. Дальше готовимся сейчас на чемпионат России в Архангельск, который пройдет в 20-х числах октября. Там будет уже проходить отбор на чемпионат мира в 2017 году на апрель. В составе сборной России по пауэрлифтингу выступила еще одна представительница Чувашии Екатерина Николаева, на счету которой бронза. Навстречу пришли призеры первенства Европы по вольной борьбе Ирина Алексеева и Мария Кузнецова. Медальным оказалось лето и для представителей спорта глухих. На чемпионате мира по легкой атлетике Анастасия Мамлина стала третьей сразу в двух дисциплинах – толкание ядра и метание копья. Две медали с первенства Европы привез дебютант международных соревнований Даниил Афанасьев, завоевавший золото в прыжках в высоту и в длину. Он тренируется уже 8 лет. В принципе, результаты ждали. Он и бросал, и родители его хотели немножко дробно-глубное управление развивать. Я их убедила. Он вышел, в принципе, на этот уровень. По рейтингу он четвертый в мире, и мы планируем в этом году попасть в состав команды сборной для участия в Сордо-Олимпийских игр. Сейчас спортсмены уже готовятся к новым соревнованиям и новым достижениям и победам. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Продолжение следует...